Приветствую, с вами 108 и у нас сегодня, как вы видите, немножечко необычный видеоролик. Я решил сделать серию роликов о своем оборудовании блогерском, рассказать, как я делал некоторых болванов, которые мне помогали снимать некоторые видеоролики. Ну, а сейчас мы с вами будем говорить о моем первом приобретении блогерском, не считая петличек. Это вот такой вот стабилизатор изображения. Он у нас с вами стоит из двух частей, как бы тренога. В принципе, очень удобная штука не только, чтобы поставить сам стабилизатор, но и как ручка для удлинения, потому что бывает неудобно ей управлять. Аппарат уже увидел жизнь, можете сразу заметить, что у меня не хватает некоторых деталей. Сделано это из-за того, что у меня новый телефон, и он по размерам чуть-чуть больше старого. Например, старый здесь залазит в легкую, а вот новый уже торчит просто с края, поэтому пришлось убрать резиную подставочку сюда, чтобы на полсантиметра все-таки можно было телефон сдвинуть. Покупался данный стабилизатор на Алиэкспресс. Цена в районе 3500, если я не ошибаюсь. Можно, в принципе, взять что-то более-менее дешевое, но было боязно покупать, потому что все-таки стоит денег. И отдавать там 3000 ради экономии 500 рублей, и к вам приедет какой-нибудь нерабочий стабилизатор, было бы очень обидно. У нас с вами стабилизатор активный. Единственное, что у него нюансов, у него нет возможности зарядки телефона. Есть стабилизаторы более новые, у них здесь есть, либо где-нибудь просто сбоку свисает провод, и можно поставить телефон заряжаться именно от самого стабилизатора, тем самым увеличив продолжительность съемки. Стабилизатор у нас с вами имеет несколько осей стабилизации. Первая у нас с вами стабилизация идет вертикальная, потом горизонтальная, и вот такая вот, еще горизонтальная, так ее назовем. И все это в сумме очень хорошо работает. Единственный нюанс, когда у вас телефон очень большой, например, как у меня, либо очень плохо настроен сам вот этот ползунок, и у вас стабилизатор пытается это все дело выровнять, кряхтит. Это очень хорошо будет слышно на камере, если вы не будете использовать отдельного микрофона. А если у вас есть отдельный микрофон, например, как у меня вот в девятом Redmi, он находится с этой стороны, он становится очень полотно, поэтому приходится телефон вот в таком вот положении ставить, что, опять же, не очень удобно. По заявке производителя было написано, что несколько часов съемок выдерживают. На самом деле мне хватает на несколько видосов. В принципе, валялся даже зимой в машине в холодной, аккумулятору ничего не стало. Мне очень понравился стабилизатор. Да, многие говорят, что купи стабилизатор, но стабилизатор есть. Бывает, конечно, дерганая картинка, но я бегаю под таким колдобином, я именно бегаю, не просто плавненько иду, а бывает бегу, и камера все это дело стабилизирует. Хотя встроенной стабилизации в телефоне, увы, нормальной нету. У данного стабилизатора есть два режима работы, как горизонтальной, так и вертикальной съемки. Для этого нам нужно просто телефон чуть подвинуть. Для этого нам нужно сделать вот такое движение, и стабилизатор приобретет что-то вот типа такого положения. Сейчас попозже поставлю телефон, покажу, как все это дело работает. По поводу органов управления. На самом деле все очень просто. Стик для регулировки положения. Есть три режима работы, именно стабилизации. Есть кнопка включения. Также, если два разных нажать на эту кнопку, стабилизируется стабилизатор в своем нормальном положении. Если вдруг он у вас куда-то там убежал, и вы его не можете нормально настроить. Ну и, конечно, кнопка фотографии и съемки. Если у вас подключен Bluetooth, то вы можете управлять всем этим действием, не касаясь телефона. По поводу режимов стабилизации. На самом деле есть три режима стабилизации. Полный, полуавтомат и вот такой частичный. В полном режиме. На самом деле телефон фиксируется, и как бы мы с вами не двигали ручкой, он будет стоять намертво. Но был выяснен один небольшой косяк данного стабилизатора. Он постепенно в какую-нибудь сторону начинает изображение уводить. Да, это там не сразу виды, но если вы снимаете видео где-нибудь минут на пять, у вас постепенно кадр куда-нибудь сместится. Вот во втором режиме я всегда практически снимаю. Режим, в котором у вас стабилизируется хорошо камера, но при этом чуть-чуть доворачивая корпус, вы можете ее поворачивать, что очень удобно, чтобы делать плавные какие-нибудь съемки. То есть ведем рукой и двигаем с вами камеру. Ну, а следующий режим стабилизации — это шалтай-болтай. У нас с вами не особо фиксируется камера. Она у нас с вами очень легко поворачивается. И все, вот эти три режима я продемонстрирую в дальнейшем на улице и покажу разницу с обычным телефоном. Заряжается, в принципе, быстро, хватает заряда долго. В руке лежит, в принципе, удобно, но, как видите, мне чуть-чуть неудобно. Я потому что в основном не пользуюсь этими кнопками, я пользуюсь самым вторым режимом. Поэтому я обычно сюда прикручиваю треногу и пользуюсь треногой, чтобы немножечко увеличить маневренность. При этом, в случае чего, можно быстро треногу поставить и продолжить съемку. Также, если хотите, снизу можно прикрепить дополнительное оборудование. Например, светило здоровенное, либо микрофон. И спокойненько продолжать съемки. Ну, а чтобы нам с вами полностью продемонстрировать работоспособность данного стабилизатора, мы возьмем с вами два телефона. Один телефон простенький я буду держать в руке. Второй телефон, на который я сейчас снимаю, видеоролик, будем снимать при помощи стабилизатора. Ну и, конечно... В общем, смотри, сейчас походим по колдобям. Тут вот такой себе, вон тут ручьи, как вы можете наблюдать. Сейчас попробуем пройти аккуратненько. Максимально стараюсь держать телефон в левой руке, который без стабилизатора можно ровнее, но не думать, что там получишь что-то хорошее. У борщевика целая куча. Ну и, конечно же, главное, чтобы тут змея еще не было. Нам главное с вами посмотреть, потому что стабилизатор действительно работает. Сейчас у меня по втором режиме. Вот сейчас попробую плавненько подвигать. Вот первый режим. То есть стараюсь двигать. Сейчас покажу. Во втором телефоне. То есть вот такая вот фигня. Второй режим, как вы можете наблюдать, помогает докручивать картинку. Третий режим, он вообще такой вот гладкий, и он вообще практически ничего не стабилизирует. То есть у нас с вами такая вот идет картинка, очень дерганая. Так вот он более-менее хотя бы работает. Ну, а с вами был 108. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Если вы уже подписаны, делаем отписку, подписку, ставим лайк и комментарий. Потому что YouTube глючит и почему-то не присылает никому уведомления. Как бы надеюсь, что все заметили, крупный блогер также поступает, потому что просмотры падают. А это не очень хорошо. Также по ссылочке в описании вы можете поддержать канал рублем, написать мне в ЛС, или же приобрести какой-нибудь автозвук, или же заказать короб. На все у нас есть скидки по промокоду 108. Ну, а с вами был я, Великий Ужасный, 108. Всем удачи, пока.